А вот в Жилаевском сельском округе Западно-Казахстанской области в первый день зимы остались без крова четыре семьи. Пожар почти полностью уничтожил их дом. Погорельцы разместились у родственников и ждут помощи от неравнодушных людей. Я когда вышла, уже вот муж Бибибулькин, он уже здесь выбивал дверь, но мы не могли выбить дверь. А когда выбили окно, и вот оттуда такой был хлопок, потому что, видать, там газ скопился или что, и все, она пошла по крыше, и все, началось здесь. Там даже мы и Ане успели сказать, уже все. Эльвира Умарова успела только накинуть куртку на 11-летнего брата и собрать документы. Остальное в считанные минуты уничтожил огонь. От старенького дома барачного типа, построенного как временное жилье для путейцев почти 80 лет назад, остались только стены. Людских жертв нет, но четыре семьи остались без крыши над головой. Из вещей только то, что успели надеть. Ветерану тыла Ольге Яковлевне пришлось переехать к сыну и невестке. Ну это не одно, сейчас вот если нам одном делать, это же как? Как вот делать? Тут все за одна крыша. Тут же надо всем сразу. Четыре семьи. На всех один расчетный счет решили открыть и сами Погорельцы. Когда новость появилась на сайтах, многие стали предлагать помощь, рассказывают потерпевшие. Вот мы сейчас теперь счет открываем с интернета, вот люди свои помощи оказывать хотят, просят. Вот сейчас собираем документы, будем ехать по всем инстанциям, которые должны сдавать документы, помощь ждать. Помощь будет оказана от отдела социальной защиты, в районе около 90 тысяч тенге, каждой семье. Сейчас собирают необходимые документы, сегодня уже будет предоставлено на рассмотрение. Как выяснилось, огонь возник в одной из квартир, когда хозяев в доме не было. По словам соседей, жили тут квартиранты. Пожарные отрабатывают несколько версий, в том числе замыкание проводки и неисправность печи и отопления. Утогус Базарбаева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область.